И важно понять, действительно ли был предрешен распад этой страны, нашей страны, той страны, где я родился. Ну, вы знаете, принято считать, вот я посмотрел последние публикации вчера, принято считать, что СССР там развалили какие-то отдельные личности. Если бы не они, страна могла бы удержаться. Вот знаете, Горбачев, я вчера вот, да, в 99-м году, Михаил Сергеевич Горбачев, выступая в Американском университете в Анкаре, в Турции, вот его слова. Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма. Именно для достижения этой цели я использовал свое положение в партии и стране. Значит, вот ближайший соратник Горбачев, Александр Яковлев, печально известный, он в 98-м году в интервью газете «Известия». Я пришел в ЦК КПСС для того, чтобы разрушить советский режим изнутри, используя для этого партийную дисциплину. Ну, еще могу привести вот слова президента США Билла Клинтона. В 95-м году он выступал в Объединенном комитете начальников штабов, но это главный военный орган, да, военного руководства США. Вот он что сказал. «Мы добились того, что собирался сделать Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы. В ходе так называемой перестройки мы сумели бескровно вывести из войны за мировое господство государство, вставляющее оставную конкуренцию Америки». Ну, вот из этих всех заявлений, понимаете, видно, что многие приписывают себе развал этой страны. Вы знаете, на мой взгляд, они могли лишь подполкнуть клонящееся здание, да, то есть не мой. Если бы страна была стабильной, да, стабильной, то вряд ли можно было бы, да, сокрушить такую глыбу, да. Поэтому причины распада я бы разделил на дальние и непосредственные, да, вот дальние причины и непосредственные причины. Ну, во-первых, первую причину я назову вот такую, знаете, вот когда строят дом, да, вот у меня на даче и даче, там рядом строили дачу, и там ошиблись, и вдруг дом наклонился у соседей. Потом специалист говорит, да, ошибка в фундаменте была, неправильно сложили фундамент. Вот здесь то же самое, я бы сказал, да, была ошибка в фундаменте создания Советского Союза в основе. Многие, конечно, знают, что одна из причин победы большевиков в гражданской войне была в том, что лозунг был, да, о праве нации на самоопределение. Белый лозунг бел за единую неделимую Россию, да, это не оставляло шансов народу, там, Российской империи многим на независимость и автономию, да. А Ленин с самого начала сказал гражданской войны, да, каждая наша, после нашей победы, хотите, оставайтесь с нами в многонациональной стране, хотите, отделяйтесь, никого держать не будем. Первые шаги были, мы дали там, да, вот, но после победы в гражданской войне большевики берут курс на создание единой такой, да, единой многонациональной страны. И было выдвинуто два плана, два плана создания многонационального государства. Ну, нарком по делам национальности, вы знаете, был Сталин Иосиф Виссарионович, и он выдвинул план автономизации, план Сталина. В чем? Вот, допустим, это, чтобы республики, там, национальные республики входили бы в состав РСФСР, ну, Российской Федерации, скажем, на правах автономии, без права выхода. Вот как сейчас входит в состав Российской Федерации, там, Дагестан, там, да, Умуртия, там, да, вот, Татарстан, они имеют автономию, но имеют права выхода. То же самое предлагал и Сталин при создании единого государства, что вот национальные республики, Украина, там, Белоруссия вошли в состав Российской Федерации, РСФСР, как тогда называлось, без права выхода. Вы знаете, Ленин, к сожалению, это 22-й год, Ленин уже был тяжело болен, Ленин был против этого плана, назвал его великорусским шовинизмом, прямо сказать, это великорусский шовинизм, как это так, в состав России в Россию войдут эти республики. И выступил за добровольный союз равноправных республик без права, извините, с правом выхода из этой страны, за добровольный союз республик с правом выхода. То есть, и Ленин сумел этот план, он уже, к сожалению, он уходил, он был тяжело болен, как я сказал, этот план он провел в жизни. И действительно, во всех конституциях, во всех конституциях РСФСР, СССР, вот последняя конституция, пункт 72, за каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР. Этот пункт был постоянно. Другое дело, что в реальности власть была в руках коммунистической партии, власть была в руках партии. И когда вот спустя 70 лет была отменена шестая статья Конституции, по которой партия КПСС являлась ядром советской политической системы, вот, да, именно тогда и вот начался вот этот бесконтрольный выход. Ну, многие спрашивают, а почему Сталин, когда получил власть, он свой план все-таки не провел в жизни? Многие, ну почему? Вот знаете, вот на этом, кстати, сходятся все, что если бы был принят план автономизации, да, сходят даже вот такие либеральные историки, как Рой, Жрес, Медведев, свои книги, они, если бы приняли план Сталина, СССР бы никогда не распался. Ну, почему Сталин потом не провел жизнь? Ну, во-первых, сами посудите. Вначале, так сказать, дали все республики независимые формальные, вдруг загонять в Россию, это уже было неправильно. А во-вторых, многие считают, что у него просто времени не было, да. Потом началась подготовка к войне, нужно было создавать тяжелую индустрию, да. Потом сама война, потом самое страшное время наступило, да, потом он ушел. То есть вот это была ошибка, Сталин прошел бы, декан факультета госуправления, Никонов, мой однокурсник, вот, несомненно, и говорит, мой дед, но так не получилось. Это вот та вот, то, что я сказал, причина. Какого года рождения, какого года рождения, чайно или нет, то, что два человека делись в один и тот же год, небольшая, там, несколько, не так, и принадлежат к одному поколению, это, конечно, это поколение называемая часть интеллигенции и тогдашней, да, это поколение 20-го съезда, или, ну, по мнению, съезд, ну, сыграло, даже не сам Сергеевич Хрущев в последнем. То есть, понимаете, мы должны понимать, ну, авторитет, не сказано, Сталина, там, я не знаю, там, да, там, сталинский, атомная бомба называлась РДС-1, ракетный двигатель Сталина, ну, очень даже, знаете, в адресе, ну, каждого, или город имени Сталина, или там, и полно было городов, там, Донецк, вы знаете, да, или там улицы, или колхоз, район Сталина и так далее, понимаете? То есть, такая была ситуация, то есть, вот, без перехода, без какого-либо, да, вдруг вот это, обрушился этот 20-й съезд, да, то есть, конечно, вот эта публичная кровь проливалась, там, в Делисе вышли к памятнику, да, поли, там, стали разгонять войска, и милиция, в общем, кровь пролилась и так далее. После этого вся страна разделилась, это как на сталинистов и антисталинистов, да, вчера там, вдруг в церкви там, тут же, ну, ты че, как крестишься, то что такое там, да, или там целовали канону, да, это раскол был такой, да, вдруг без всякого перехода. Многие убеждены, я не ходил в 17 веке, но это было не так. Так вот, повторяю, значит, вот, конечно, они приняли, которые были на молодежь, впечатления, целый поколение, ну, какая ситуация в этом году, уберут там, да, я бы не знаю, как вот юная реабилитация Сталина. Например, или у Сталина будет Лукова, Конева, Рокоссовского о войне, где будет дана положительная оценка Сталина, там, ну, вот, знаете, вот фильм, кто, ну, здесь молодые люди в основном, да, был в советское время, фильм «Освобождение» вышел, да, это киноэпопея «Освобождение», это четыре фильма по две серии, это колоссальный вообще фильм, вы знаете, все его смотрели, вот, всем советую, кстати, посмотреть этот фильм, да, киноэпопея «Освобождение», о войне фильм, да, вот, и в этом фильме Сталина, ну, по сути, он везде там показывает руководство, там, да, Сталин в белом мундире, там, в чем артист один в один его играет, Закариадзе, да, но это реабилитация, то есть критика Сталина при Брежневе прекратится, но это поколение никуда не денется, оно останется, это поколение, а когда по законам биологии, когда по законам биологии брежневское поколение начнет уходить, когда придут к власти шестидесятники, они устроят вот эту перестройку, что такое перестройка, это приход во власть шестидесятников, это те же, да, это Горбачев и Ельцин, и там, Яковлев, Шварнадзе, все-все, это, конечно, шестидесятники, это, конечно, шестидесятники, вы знаете, вот, я просто хочу привести такой момент, значит, доклад, он, значит, справа сейчас подписано генпрокурору, министра юстиции Горшения, треть фамилии наберите, по 1 февраля 1958-й статье была арестована 3 миллиона лет, 3 миллиона 777 тысяч, 4 миллиона лет в лагерях, это 1950-й год, это уголовно 5 человек, официальная справка, по другой справке в двух делах в тюрьмах, понимаете, то есть Хрущев не поверил, что так мало других говорил, вот, говорил именно отдельные случаи, приводил отдельные имена и так далее. Вы знаете, я бы еще хотел сказать, что вот в 1964-м году Черчилль, ему исполнилось 90 лет, был большой прием в Королевском дворце, и королева Елизавета скончала, да, она назвала Черчилля как ярого врага коммунизма, да, вот, ярый враг коммунизма, все же и боролись как герои. Вы знаете, а Черчилль ответил, к сожалению, сейчас имеется человек, который нанес вреда Советскому Союзу в тысячу раз больше, чем я, это Хрущев. Значит, многие считают, что Хрущев вот этим докладом заложил бомбу под Советский Союз с Часовым Михайловым, а нет, тикало 30 лет, а потом эта бомба взорвалась, да, приход во власть шестидесятников, он, конечно, устроил вот этот момент. Ну, еще, такую еще и дальнюю причину бы выделил распада Советского Союза. Вы знаете, вот эта причина где-то середина 70-х, 1970-х годов. Понимаете, вот, когда большевики пришли к власти, ну, они, вы знаете, была огромная эмиграция, да, например, 2 миллиона, ну, интеллигенция в основном покинула Россию, да, или погибла в гражданской войне. Так вот, тысячи простых людей, да, из деревень смогли поступать, поступить в высшее учебное заведение, подняться в социальные лезвия, занять любые посты. Посмотрите, ну, я думаю, вот если вы знаете историю ваших семей, ваши прапраны, деды, да, все приехали из деревень, все поступили в вузы, да, то есть были потрясающие социальные лифты, да, вот, вот эти люди, которые поднимались из низов, да, которые, они стали главной опорой советской власти, она им дала все этим людям, понимаете, да, вот всем, посмотрите, вот, наркомы, из каких низов поделись, будущие, да, даже человек любой национальности мог сделать любую, только упереться, да, где-то сделать такую карьеру. Так вот, в основном, так вот, эти, повторяю, в эпоху застой, ну, в эпоху Брежнева, сейчас застой не принято говорить, да, вот, очень трудно было уже найти хорошую работу, где-то вот в середине 70-х годов, без поддержки, без, как говорили, волосатой руки, вот я заканчивал историческую культет МГУ как раз вот, да, в конце этих, ну, 80-е годы, вы знаете, вот мы прекрасное образование, МГУ все-таки, все знают два иностранных языка, да, а работу найти трудно хорошую. ПТУ школа, все, да, или нужно блат какой-то искать, и вот было недовольство определенное, молодые люди, что такое, почему вообще, да, то есть, вот был такой момент, да, то есть, перекрыли социальные лифты, да, они очень плохо стали работать, помните, даже анекдот был такой в советское время, да, может ли сын генерала стать маршалом, да, нет, не может, у маршала есть свой сын, понимаете, вот такая только по блату все, это действительно, вот эти социальные лифты, это главное достижение, они перекрыты, они закрыты были, да, вот это тоже важнейшая причина. Ну, что бы я еще сказал к дальним причинам, ну, вот эта командная экономика, созданная в 20-е, 30-е годы, да, вот, ну, сейчас много пишут, это был тупик и так далее, что командная, плановая экономика, это вот погубило, вы знаете, командная или плановая экономика, она сыграла, конечно, колоссальную роль, без нее бы мы за две пятилетки не построили 9 тысяч заводов тяжелой индустрии, да, без этой, без нее бы мы не выиграли войну, вот эта массовая эвакуация, которую Косыгин проводил, да, это беспланово невозможно было, без нее бы мы за 4 года в разваленной стране не сумели создать ядерное оружие, да, и защитить себя, и защитить себя. Вы знаете, у меня вот научная руководительница моя, еще по кандидатской, по докторской диссертации, Светлана Петровна Пожарская, это виднейший испанист был, ее, ее есть, не стоп, свекр, отец мужа, свекр, да, ее свекр был маршал артиллерии Яковлев, маршал, вот она мне рассказала эту историю, а я вам, она не записана, но вот она мне, она, к сожалению, тоже покойна, вот вот ей этот маршал Яковлев рассказал, что, значит, это конец лета 49-го года, Сталин проводит совещание в Кремле, ну, я не знаю, ну, коль было к Яковлеву, наверное, по проблемам артиллерии, и вдруг звонит телефон, Сталин снимает трубку, это звонят с Семипалатинского полигона из Казахстана об успешном испытании атомной бомбы, Сталин кладет трубку и резко, и встает из-за стола, подходит, это он рассказал, подходит к окну и смотрит, да, в окно, прервалось совещание, да, что такое, что случилось, вот, а вот Яковлев говорит, я сидел ближе, смотрю, слеза, и он так сел, говорит, постарел сразу, вот что-то в нем, и тихо сказал, теперь войны не будет, вот с этого момента все болезни у него и начались, там все, вот уже, да, вот, это 49, это, знаете, это спасение, потому, а? Да, 29 августа 49-го года это было, действительно, ведь уже сейчас опубликованы планы, 1 января 50-го года должно быть ядерное нападение США на Советский Союз, уничтожить, уже план Дропшот, Драмби, Троян, все это было, он знал, разведка наша знала об этом, да, и вот то, что скрочает бесплановой экономики, мы, конечно, бы этого не достигли, да, не было 29 августа 49-го года, но, понимаете, вот к этому времени план, все в этом мире конечно, да, плановая экономика выполнила свои главные задачи, подошла к пределу своих возможностей, все, планы нужно было ее менять, но не модернизации, ни реформ не было, была Косыгинская реформа 65-го года, но она не прошла, потом он уж получил отставку, да, то есть, понимаете, на Западе в это время происходит НТР, вводились вот эти микропроцессорные технологии, у нас, к сожалению, этого не было, да, но как раз зато появилась возможность продавать сырье, там, нефть и газ, да, цены поднялись 20 раз, в это время, знаете, бум автомобильный был, в каждой семье, там, на Западе, у каждого человека, там, по автомобилю, да, то есть, посчитали, что можно спокойно жить за счет экспорта, за счет сырья, а когда цены рухнули, но мы у разбитого корыта. Я вот читал недавно, вот вчера прочел, значит, один японец приехал в 70-е годы в Советский Союз, его поводили под предприятием, он сказал такую фразу, я думал, что вы отстали от нас на 20 лет, а оказалось, что навсегда, вот такую фразу он прочел, да, то есть, вот момент, конечно, тоже, это был упущенный, но еще бы я выделил, понимаете, вот уровень жизни населения стал резко снижаться, да, не потому, что зарплаты стали меньше, а потому, что нечего купить было, да, то есть, в конце 70-х многие там потребительские товары стали дефицитными, огромные очереди, но вы это не помните, это хорошо это все помню, да, значит, даже за обычными продуктами надо было побегать, в некоторых областях карточки вводят, да, одновременно теневая экономика, знаете, автомобиль нельзя было купить в 70-х, а на черном рынке втридорого можно было купить, да, машину, и одновременно с этим правящая верхушка, да, как раз переходит на режим самовоспроизводства, значит, только родственников, только друзей своих двигают, да, окружает себя привилегиями, там, спецмагазины, пайки, дачи, поездки, да, то есть, да, даже становится, да, знаете, вот было вкладыш к правам автомобильным с такой, с полосой, без права проверки, ты нарушил там, да, на какой-то машине, гаишник останавливает и показывает, что он эту часть пропускает себя, да, то есть, понимаете, полностью на режим воспроизводства уходит, то есть, люди все видят, глухой ропот, гнига, там, рыба гниет с головы и так далее, то есть, происходит самое страшное в 70-е годы отчуждение власти от народа, власть отчуждается от народа, они сами по себе, мы сами по себе, а все люди стали смотреть на государство как на что-то постороннее, чужое, это не наше, да, вот народным ответом, что стало вот на это, ну, забастовок не было, но было равнодушие, покупали газету, да, только спорт и погода, последнюю страничку читаю, да, пьянцы, вы знаете, пили очень много, вот в 70-х начиная, я помню, мы приехали на практику в Новгород, в Новгород, у нас была обязательность в Акенгу практика археологическая, приезжаем в Новгород, да, знаете, вечером трудно трезвого мужчину встретить, может, в раз можно выпить, песни петь, ну, там, в общем, это, конечно, ответ был, прогулы, мелкие хищения там, низкое качество труда, говорили так, вы делаете вид, что платите, мы делаем вид, что работает, да, уже не верили в коммунистические идеалы, да, были анекдоты все время, там, говорят, их в Америке придумывали, ну, трудно сказать, такие саркастические анекдоты были и так далее, значит, ну, еще бы я сказал, именно в этот момент Соединенные Штаты предпринимают, принимают решение втянуть СССР в новый виток гонки вооружений, вот, звездные войны знаменитые, там, Рейгана, да, втянуть виток, да, еще вот, к сожалению, страшная эта вина Хрущева улучшаются, ухудшаются отношения, с Китаем, уже с 60-х годов отношения с Китаем, то есть, понимаете, граница с Китаем семь с половиной тысяч километров, советско-китайская, мы были вынуждены одновременно готовиться вести две большие войны, это какие дикие расходы, да, Китай, да, я вот помню, когда я в армии служил, укрепляли китайскую границу, понимаете, это все, туда перебрасывали войска, не только на Западе были, то есть к двум большим войнам мы должны были готовиться, да, но еще момент, 79-й год, СССР втягивается в афганскую войну, вы знаете, вот Збигнев-Джизинский перед смертью опубликовал мемуары, мне кажется, рано все-таки, это была ловушка, мы попались в американскую ловушку, Афганистан, это была ловушка, вы знаете, вот есть только два народа в Азии, две, ну, две страны, которые не сумели завоевать колонизаторы, две только страны, да, там доблестные люди, там вот, это вот, они отбили всех колонизаторов, это Непал, есть такая страна, там Гурхи, да, и Афганистан, там пуштуны, да, так вот, ведь в Афганистане с 78-го года дружный нам режим был, ну, там, как всегда, одно племя у власти, другие борются, вот американцы, это пишет Джизинский, американцы принимают решение, вот этих противников режима вооружать современнейшим американским оружием, да, чтобы сами власти справиться не смогли, и чтобы они попросили нас ввести войска, так оно и произошло, американцы вооружали афганскую оппозицию, там, да, современнейшим оружием, потом стингеры будут им поставлять, и в результате, да, они попросили, и мы вводим войска, вот пишет Джизинский, в тот день, когда Советы перешли границу, я позвонил президенту Картеру, господин президент, вы слышали, они попались, мы дадим русским новый Вьетнам, понимаете, эта война нам стоит, ну, цифры дикие совершенно, сколько стоила нам эта война, в 10 раз меньше, чем Америка, они там снабжали оружием, но мы огромную группировку держали, никто не знал, во что это вывелится, конечно, это все, это все причины, причем эти ребята, которые возвращались из-за афганской войны, у них судьбы были ужасные, сколько я знаю, я не знаю, ужасные судьбы, конечно, там, изломанной, там, и наркомания, все, что хочешь было, то есть это тоже, конечно, относится к дальним причинам. Ну, теперь давайте поговорить вот о непосредственных причинах распада Советского Союза. Значит, в такой вот ситуации начинается перестройка, начинается перестройка. Значит, в 85-м году генсеком ЦК КПСС становится Горбачев. Ему было тогда, ну, понятно, 54 года, он считался молодым лидером, в основном членом Политбюро уже было за 70, да, причем, вы знаете, до этого, в течение двух с небольшим лет, из жизни ушли подряд три генсек, три лидера нашей страны, три генсека, Брежнев, Андропов, Черненко, да, два с половиной года. Вот, значит, программы реформ, программы реформ у нового руководства не было, да, не было, он и признает, Горбачев, не было какой-то программы реформ, как реформировать страну, но зато сам он был такой энергичный, любил общаться с простыми людьми, да, то есть он выходил на улицу, это после кремлевских старцев, после Брежнева, который очень был голен, еле читал там тексты, конечно, совершенно по-другому он воспринимался. Значит, был объявлен курс на экономическое ускорение, да, там много говорилось о новых технологиях и так далее, но по существу все сводилось к старому, да, сам Горбачев говорил, нужно пробудить энтузиазм, инициатива, да, инициативу, нужны новые руководящие кадры, то есть опять те же самые методы, нужно одних поменять, других поставить. Плюс с ускорением, конечно, не получилось, плюс огромный урон нанесла борьба с пьянством, да, огромнейший, вообще в России, вы знаете, с водкой нельзя шутить. Вот я сейчас читаю мемуары Витте, ну вот он, ну давайте чуть-чуть от плечи, вот Витте, одна из причин, кстати, революции 1917 года, Витте вел, вот очень интересный мемуар, я всем советую прочесть, он вел монополию винную на торговлю спиртным, то есть понимаете, то есть спиртное производилось в царской России, ну, частным образом, но они могли продавать населению. А Витте сказал так, нет, производите частным образом, но продавать можете только государству, а уже государство реализовывает среди населения. Тогда, то есть понятно, замыкали денежные потоки на себя, это очень хорошая мера экономически, но понимаете, вот представьте себе, вот представьте себе, я много на эту тему читал, значит, вот завод, конец 19 века, какой-то завод, там тяжелейшая работа, там, ну, в общем, ужасно, никаких там условий нету, рабочие там ужасно, жили, они, наконец, прогудел гудок, 15-часовый рабочий день закончился, рабочие выходят, вы знаете, вот об этом Горький пишет, когда рабочие выходили из завода, да, все вокруг вымирало. Не дай бог косой взгляд, не дай бог собака хотела, там перебивали, такие здоровые мужики, озверелые, выходили с работы, да, вот. Идут там, все там замолкало. Куда идут эти люди? Они идут в питейные заведения, да, знаете, были разные питейные заведения, были, знаете, хорошие рестораны, там, скатерти, а был какой-то дешевый кабак, даже не кабак, я не знаю, как это назвать, да, там, грубо сбитые столы, там, какая-то там, никакой скатерти, вонючее все, да, вот они в такой кабак за самую дешевую водку заказывают, там, в сивуху, да, и начинают калякать, пить и, значит, пить, там, кроют свою жизнь проклятую, кроют мастера, кроют, там, я не знаю, кроют хозяина, всех кроют, и вдруг, вы знаете, эта злоба уходит у них, вдруг какой-то громотвод, понимаете, вдруг уходит эта злоба, он говорит, Вань, да ладно, давай споем, все равно позже, давай, знаете, и так начинается, новый день опять, вот эти громотводы были, потом все, вот, а, видите, когда сделали винную монополию, эти кабаки закрыты, да, куда им деться, только в магазин, там, быстро водку, там, понимаете, вот потом говорили, революция, кто, как можно было это делать, потом говорили, вот почему, одна из причин революции, об этом любят писать, да, это вот, когда закрылись вот эти дешевые кабаки, да, когда рабочий класс озверел еще больше, не было вот этих громотводов, вот то же самое Горбачев делает, понимаете, но ошибка с этим, с борьбой с пьянством, да, это идиотизм был полный, вы слышали, наверное, об этом, да, то есть вообще огромные очереди, там сокращают, там и потери были колоссальные, не буду об этом все подробно рассказывать, да, я, анекдот был такой, автобус там ездил, остановка, винный магазин, следующая остановка, середина очереди, понимаете, вот это все было, то есть это, а причем, когда это все провалилось, в 88-м году превысили результаты 85-го года, то есть это, конечно, это страшно, его прокляли этого Горбачева, ну нельзя вот это, он не знает истории, с этим шутить нельзя, вот с таким, у нас такая цивилизация, да, с этими были такие моменты, или тут же вот Чернобыльская катастрофа, Чернобыль, это тоже, конечно, ужас был, не буду подробно, то есть, конечно, принимаются законы, там, рыночные элементы вводят, но обогащается только узкий класс, да, в результате катастроф во всех сферах экономики, это непродуманные попытки вносили рыночные элементы в командную экономику, это нанесли разрушающий удар. Еще момент я бы выделил, знаете, объявили политику гласности, больше демократии, больше социализму, что такое политика гласности, ну, был ослаблен контроль партии за средства массовой информации, стали, были, знаете, в СССР закрытые темы, трогать которые было нельзя, а здесь наоборот, эти закрытые темы, да, эти закрытые темы начинают освещать, тогда все читали, вот спросите ваших родителей, все читали газеты, журналы, раньше об этом не писали, там какая-нибудь личность Берии, вообще ничего, не было такого Берии, не было никакого Бухарина, да, и вдруг стали писать об этих людях, но вот генсек был убежден, пишет Горбачок, нам удастся сохранить контроль над советским обществом, но вы знаете, гласность вышла из-под контроля, зажила собственной жизнью, да, и вообще самой горячей темой стало разоблачение советской истории, да, черная критика всего советского периода, да, вы знаете, вот рефрен был такой, так жить нельзя, вот вышел, мне очень нравится режиссер Станислав Говорухин, все знают, он место встречи, вот он выпустил фильм, он потом, вы знаете, он честный, он умер уже, он честный человек, вот так жить нельзя, посмотрите этот фильм, документальный о Советском Союзе, он потом сказал, я был неправ тогда, я был неправ, я сам внес вклад в развал Советского Союза, ну, знаете, там, ну, чернуха назвали, ну, просто, все это, все 70 лет показывают, как череда преступлений и трагедий, да, но, он говорит, сам говорю, это одна из причин распада СССР, то, что вот это мы показали Советский Союз, да, причем добираются, ведь главная тема советского кино, главная тема советской литературы, искусства, это Великая Отечественная война, значит, добрались и до Великой Отечественной войны, да, оболгали героев, я помню газета Московский комсомольт, что писал МК о Зойко Смодемьянской, да, это, я не могу это повторить, да, что писали об Александре Матросове, что писали о Николае, не было никакого Гастелло, что писали о Талалихине, о 28 героях Панфилова, вообще не, это просто полилось, да, главным героем, кто был главный герой тогда, главные книги стали выходить, переводные, вот Штрик Шритфельд, значит, Власов, генерал Власов, о нем стали писать, вот он, да, вы знаете Власов, все знают, да, да, вот он, вот это главный герой, он боролся против Сталина, его повесили, мерзавцы там и так далее, да, понимаете, вот такой момент, значит, популярна была, вот я, я помню, сосед был, фронтовик, в слезах, говорит, ко мне подошли ребята, говорит, папа, а он с орденами все время ходил, говорит, папаш, что так напрягался-то, если б не ты, пили б сейчас баварское пиво, вот любимые такие, да, пили, если что так воевал-то, пили б сейчас баварское пиво и так далее. Вы знаете, сказал свое слово и любимый народом вид искусства, кино, вы знаете, главным, главным вообще видом развлечения в СССР было кино, везде были кинотеатры, везде, вот здесь, везде кинотеатры, все ходили в кино, и старые младые, и девушки там влюбленные ходили там, да, и пожилые, все абсолютно ходили в кино. Вы знаете, раньше кино прославляло советский образ жизни, да, раньше вот у нас в СССР все хорошо, там конфликты, там все равно что-то такое, производственное что-то, очень красивое кино. Вы знаете, а здесь под лозунгом показывать правду, что значит показывать правду? Знаете, правда, она разная, вот может туалет снимать, извините, тоже правда, но раз такое можно, вот стали сниматься депрессивные фильмы, вот чернухой народ назвал, да, они в людях нагнетали страх, пессимизм, отчаяния, вот я вчера посмотрел, смотрите, в 89-90-м годах, 80% фильмов, 80% фильмов, главные герои кончали жизнь самоубийством, спивались, убивали и так далее, название, смотрите, тут одно даже неприличное, дрянь, название фильмов, который в 90-м, дрянь, мелюдь, бля, беспредел, живодер, автопортрет в гробу, даже фильмы Тала, вот есть очень хороший фильм, мне он нравится, «Маленькая вера», может, смотрел кто-нибудь, никто не смотрел, «Маленькая», ну посмотрите, этот фильм талантливый, там Наталья Негода играет, ну очень, но после него жить не хочется, после этого фильма, понимаете, такой конец, а выходит, замечательно сыграли артисты, это ужасно, его само по себе, вот на общем фоне, это ужас, я вот недавно прочел, в годы Великой Депрессии, США, Рузвельт вызвал боссов Голливуда и сказал, снимать только, снизить цены на билеты и только хэппи-энд снимать, если хоть один из вас снимет депрессивный фильм, я говорю, на последний день мафию на вас, отстрелят вас, и вы знаете, в Америке была ужасная ситуация, конец 20-х, начало 30-х годов, да, Великая Депрессия, да, вот, а люди в кинотеатр идут, а там все хорошо, кончается, хэппи-энд, да, улыбчиво, и у нас все будет хорошо и так далее, в СССР было, конечно, совершенно по-другому, да, конечно, все было по-другому и жить не хотелось, такие вот фильмы снимали, то есть логическим завершением этой гласности стал переход к облючению коммунистического режима, значит, вся критика сосредотачивается на коммунистической, на КПСС, да, говорили так, стоит только свалить партию, только ее свалить, да, партия главный виновник бед, сразу начнется процветание, сразу начнется изобилие, главное партию сокрушить, она все, партия все ужасное устраивала, значит, и главным требованием становится отмена шестой статьи Конституции, о чем я уже говорил, шестая статья Конституции, да, 1977 года, о том, что КПСС является ядром политической системы, руководящей и направляющей силой советского общества, да, вот, так вот, эта статья была просто, выступали все, отменить статью, почему партия в Конституции, значит, в результате что, в марте 90-го года, в марте 90-го года ее отменяют, вы знаете, вот, отодвигая от власти партию, Горбачев первое выпускал из рук единственные реальные рычаги управления страной, вы знаете, что страна руководила, были обкомы, горкомы там и так далее, все управлялось, страна управлялась через партию, он эти рычаги ликвидировал, второе, он усилил радикальную оппозицию, да, когда партию отменили, становится Ельцин, лидер радикальной оппозиции, ну и самое главное, он развязывал амбиции руководителей союзных республик, да, ну всегда это еще со времен Киевской Руси, князь удельно не хотел, да, подчиняться там Киеву и так далее, да, вот здесь то же самое, да, ведь в Конституции была статья, то, что мы говорили, о праве выхода любой республики, он развязывал амбиции, амбиции вот этих самых республиканских лидеров, которые не ходили подчиниться, значит, коньком Горбачева, коньком была внешняя политика, была внешняя политика, значит, в 87-м году он выпустил книгу «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира», ну и трудно сказать, ну, известно, кто писал, не он, конечно, но такая книга под его именем вышла, значит, он призывал в этой книге отказаться от противостояния двух систем, да, социалистической и капиталистической, он доказывал в этой книге, мир един, основан на общечеловеческих ценностях, надо решать глобальные проблемы человечества, там, экологии, здравоохранения и так далее, строить единую Европу, да, от Атлантики до Урала и прочее, вообще он мечтал войти в семью цивилизованных народов, да, вот, он об этом говорил все время, вообще трижды встречался с Рейганом, президентом Шарейганом, трижды встречался, ну, действительно, этих, вы знаете, этих встреч закончилась конфронтация, значит, заключается вот договор об уничтожении целого краса ядерных ракет, ракет, ракеты средней и меньшей дальности, ну, понимаете, у нас их было на тысячу штук больше, намного больше этих ракет, да, вот, то есть мы выводим войска из Афганистана, но уступали только мы, только мы уступали, ОВД был распущен, да, в мае 91-го года, НАТО до сих пор мы видим, что происходит, да, то есть уступали только мы, но в результате этих односторонних действий, конечно, исчезла угроза ядерного апокалипсиса, особенно нагнетаемая на Западе, вы знаете, вот, если кто-нибудь был в Соединенных Штатах Америки, да, потрясает в Америке что, обилие бомбоубежищ, вот такого количества бомбоубежищ нет, конечно, нигде, да, они очень боялись ядерной войны, еще вот, знаете, когда Рейган стал президентом, он стал кино использовать для того, чтобы патриотизм поднять американцев, и был вот в 83-м году в США снят фильм «The Day After» на другой день, режиссер Николас Мейер, но это фильм о ядерном конфликте между СССР и США, там спецэффекты впервые были, вы знаете, ну идея какая, на нас русские напали поднять, этот фильм вызвал ужасающую реакцию на Западе, ужасная реакция, и вот что такое, ядерная война, то есть там конфликт был, ну такая ужасная, сам по себе фильм вот этот, да, он наоборот в Америке этот фильм вызвал страх, там очень боялись ядерной войны, и вдруг Горбачев объявляет, да, все в ядерной войне не будет и прочее, то есть в это время вспыхнул огромный интерес и симпатии к Советскому Союзу, даже горбимания началась, когда Горбачев приезжал в западные страны, вы знаете, у всех глаза горят, берегут за автомобилем, горби, горби там все и так далее, да, вот, а в СССР это воспринималось как уступки и унижения, да, как уступки и унижения, вот один наш политолог пишет, правящие круги СССР стремились к тому, чтобы присоединиться к мировой цивилизации, жертвуя и национальным суверенитетом, и экономическими интересами страны. Они готовы были заплатить любую цену, чтобы стать частью мирового правящего класса, вот хорошо это сказано, конечно, да, любую цену. Но еще бы, вы знаете, в 90-м году наступает страшный кризис, вот как раз то, что я сказал, непродуманные попытки внести рыночные элементы в командную экономику, да, значит, абсолютно пустые прилавки, талоны, там очереди, драки там в магазинах. Вот премьер-министр СССР, один из последних, Николай Иванович Рыжков, он, по-моему, жив еще, вот он пишет, смотрите, «Я с содроганием вспоминаю осень 1990 года. Полки в магазинах опустошаются, в портах и на железнодорожных станциях стоят вагоны с продовольствием и товарами, а желающим принять участие в их разгрузке, вручают деньги и отправляют в эсфоясии». Конечно, определенное что-то тут было. Вот очень мне напоминает 1917 год, когда, знаете, революция в Петрограде была, да, вот, очереди за хлебом, хотя были великолепные урожаи в это время, а в столицах не было хлеба. Объясняют тем, что была разруха, не могли довезти хлеб из деревни в город, железные дороги стояли. Понимаете, но веками довозили, значит, а тут вот вдруг не могли. Вот здесь тоже что-то, да, вот, видите, какие-то люди ходят, пришли, то есть продовольствия было много, все производилось, но как раз вот в столице, в Москве, как раз бы, я помню это время, была такая ситуация, да, вот, а желающим принять участие в разгрузке вручают деньги и отправляют в эсфоясию. Были, конечно, моменты. Значит, элиты советских республик берут курс на получение всей полноты власти вот в этой ситуации, а некоторые даже на выход из Советского Союза, да, конечно, республики Прибалтики, Литва, Латвия и столь. Вот, вы знаете, тогда националисты убеждали растерянных людей, люди растерянные, как жить, что делать, да, а говорили, все беды от того, что центр выпивает из нас все соки. Мы потому так плохо, что отдаем все, Москва у нас все забирает и так далее, да. Стоит только отделиться, начнется благодеяние, благоденствие. Мы станем второй Швецией, Кувейтом и так далее. Вот внушали на республиканские лидеры вообще. Вот, вот, все от центра. Москва у нас все забирает. Мы можем прекрасно жить, если только отделимся и так далее. У меня вот на даче, знаете, я не хочу говорить, из какой республики бывшей советской. Отец с двумя сыновьями там, нужно было построить что-то, сделать. Он, я, наверное, побеседовал с тем, он говорит, я сам на эти лидии ходил, кричал, а сейчас мои дети, у них нет образования, они не могут учиться. Вот я в Россию приехал, у нас жить невозможно. Я не буду говорить, из какой республики он приехал, но можете сами догадаться. То есть, понимаете, вот такая ситуация. Да и то, что у нас сейчас столько госарбайтеров здесь. Почему? Да потому жить там нельзя, понимаете, семьи прокормить. Вот такая ситуация. Но тогда людей убеждали, только отделимся, будем прекрасно жить, все у нас отнимает Москва. То есть, вот такой момент. Значит, в некоторых республиках избирают еще бы СССР, собственные президенты. Кстати, многие союзные республики в 90-м году приняли декларацию о государственном суверенитете. В некоторых избрали президентом. Но 12 июня 90-го года был провозглашен суверенитет России. Вот не так давно патриарх Кирилл сказал, народ наш не понимает этого праздника. Нужен другой день России. Понимаете, ну как это? Еще был Советский Союз. И самая большая республика, российская, да, принимает решение о государственном суверенитете. От кого? Как это? От остальных, что ли, 14? Каким образом? Ну, во всяком случае, вот мне понравились слова патриарха Кирилла, он тоже считает, что это сложный праздник. Сложный праздник. Да, Россия объявила суверенитет, да, в рамках Советского Союза. Начался парад суверенитета. Все себя объявили суверенитетом. Война закона. Вы знаете, некоторые республики принимали о приоритете своих законов над законами СССР. Вот, допустим, был закон СССР о всеобщей воинской обязанности, по словам, к которым любой молодой человек из Советского Союза мог, призывался в армию и мог быть направлен по решению Министерства обороны в любую точку СССР, да. Вот, а на Украине принимается закон, украинский юнош служит только на территории Украины, да. Какой закон исполнять? А вот закон о приоритете своих законов над законами СССР. Ну, Россия тоже, да, то есть кое-где вспыхнули настоящие войны, да, межнациональные конфликты. Тут же, это, конечно, педалировались определенные. Вдруг, да, вдруг начинали старые обиды, давно забытые старые обиды, какие территориальные споры, они специально стали подогреваться. Ну, Россия тоже выбирает своего президента, лидера оппозиционных сил Ельцина. Значит, Ельцин говорил о радикальных реформах, да. Он пока не раскрывал, что такое. Но еще Ельцин вот что говорил. Ельцин говорил, что освободившись от обузы других республик, мы быстро преодолеем все трудности, что мы вынуждены кормить все 14 республик. А как только мы освободимся, все будем направлять себе, тогда мы будем жить совершенно по-другому. Это тоже срабатывало, конечно. Вы знаете, вот Горбачев пишет в воспоминаниях вот что. Он пишет, что я пытался предотвратить развал Советского Союза, когда все это началось. И в марте 91-го года я организовал всесоюзный референдум вот о сохранении обновленного союза. То есть я вот хотел сохранить СССР и решил провести референдум о сохранении обновленного союза. Ну, вы, наверное, знаете. Правда, не все республики приняли в нем участие, но 76% голосовавших выступили за сохранение Советского Союза, за сохранение Советского Союза. Но эта роль и не сыграла. Значит, 12 июня 91-го года Ельцин стал президентом России. Он сразу же подписывает. Вы знаете, тогда было, я помню, в США преподавал, и они говорят, ужас был в Америке. СССР еще коммунистическая страна. У власти коммунистическая партия, КПСС. А президентом самой большой республики, Москва и столица СССР, и столица России, да, избран антикоммунист. Что же будет, думали вы. Вы знаете, и все ждут, какой будет первый указ президента. Какой будет первый указ. А он паузу. Где-то месяц он никаких серьезных решений не принимает. Месяц примерно. Наконец, в июле, в конце июля он принимает указ о департизации. Вот что такое департизация? Мне кажется, уже молодые люди есть в основном. Что такое департизация? Вы знаете, в каждом советском коллективе, на каждом советском коллективе, было два начальника. Ну, я знаю, ректор университета. Ну, первый, понятно, ректор университета, директор завода, представитель колхоза, я не знаю, что есть там. Директор детского сада, директор школы, директор исследований. Понятно, кто. А кто был второй начальник? А второй начальник был секретарь партийной организации. На каждом предприятии была организация КПСС. На каждом предприятии была организация КПСС. Вот в МГУ был партком МГУ, девятый этаж занимал. И партия контролировала каждый коллектив советский через вот этих секретарей. Они имели право в случае каких-то там нарушений прямо обращаться в ЦК КПСС. Но это в принципе считается было хорошо. Как бы власть была разделена. Допустим, начальник гоняет кого-то, там плохо относится, он может пойти к секретарю парткому сказать, вот ко мне плохо начальник относится, он лишил меня премии. Он говорит, хорошо, я с ним поговорю и так далее. Так вот, Ельцин запретил вот этих вторых начальников. На всех советских предприятиях запрещалась деятельность партийных организаций и так далее. Вы знаете, все ожидали тогда жесткой реакции Горбачева, что Горбачев отреагирует. Все-таки еще был Советский Союз. Горбачев президент СССР, а Ельцин президент России. Все ждали жесткой реакции Горбачева. Что он отменил? Говорит, Борис, отмени этот указ, ты что? Но Горбачев промолчал. Горбачев промолчал. Вы знаете, до сих пор он, вот я даже помню, в Горбачев фонде была конференция, его прямо спросили, почему тогда промолчали, Борис Николаевич, Михаил Сергеевич, если бы тогда бы отменили этот указ, может быть, не распался в Советский Союз. Все-таки это удар по партии, по влиянию. Он все время уходит от этого в ответ. Начинает что-то говорить, там ничего не понятно. Но многие считают, они давно знали друг друга. Просто он знал, что у Ельцина сильнее характер. Он просто знал, что он не справится, ничего у него не выйдет. Ельцин, как к нему не относиться, он такой жесткий человек был. Так вот, повторяю, вот это и Горбачев промолчал. И вот это подполкнуло ближайших соратников Горбачева совершить 18 августа 1991 года попытку государственного переворота, ГКЧП, знаменитый, знаете, Государственный комитет по чрезвычайному положению. Я не буду об этом рассказывать. Очень странный был пуч. В столицу ввели войска, но никаких серьезных действий не последовало. Говорят, Горбачев был блокирован, да ничего подобного сейчас. Через три дня все участники были арестованы этого странного пуча, потом амнистировали. Потом они были амнистированы. Очень странные вот эти события, связанные с ГКЧП. До сих пор четкого ответа нет. До сих пор четкого ответа нет, что это произошло. Но эти события, конечно, ускорили развал Советского Союза. Значит, населению республик стали разъяснять в 15-е, что Москва уже не способна наладить нормальную жизнь, стабильную жизнь. Уже ничего не получится. Вот. И, в общем-то, это был очень важный шаг. Значит, 8 декабря 1991 года главы России, Украины, Белоруссии, Ельцин, Кравчук. И, кстати, вот в этом году умерли и Кравчук, и Ельцин умер раньше, а Кравчук и Жушкевич, двое оставшихся, да, они умерли в этом году. Они объявили в Минске о распуске СССР и создании Содружества независимых государств. Первым, кому доложили эти подписанты, вы знаете, кому они первыми позвонили? Первым. Вот они собрались в Минске, подписали СССР как геополитическая реальность прекращающего существования. И создается Содружество независимых. Первым, кому они позвонили, был президент США Джордж Буш-старший. Джордж Буш-старший. Первым, кому позвонили. Ну, 25 декабря 1991 года Горбачев в телеобращении объявил, что уходит в отставку с поста президента СССР по принципиальным соображениям, да. В тот же день с купола Большого Кремлевского дворца спустили красный флаг, да, и подняли триколор. Вы знаете, я помню это время, вообще люди тогда были заняты проблемами выживания, там хлеба насущного достать, да. Но люди не поняли, вот я помню, тогда никто не понял, что распался Советский Союз. Никто не верил, что страна могучая, которая сокрушила фашизм, вдруг вот ядерная держава может так вот перестать быть геополитической реальностью, да. Я помню, люди, ну что теперь, СССР, СНГ будет что ли называться? Ну, мало кто понял тогда, что СССР распался, что больше нет этой страны. Вот, понимаете, теперь СНГ, ну а что теперь, как, по-другому что ли будет, да, вот мало, я очень хорошо помню, что никто не воспоминал, что больше такой страны нету. Мало кто понял, да. Но дальше каждая из 15 республик, конечно, пошла своим путем. Вы знаете, я вот думал, чем вот закончить, я нашел три цитаты. Я хочу завершить вот выступление, да, тремя цитатами. Вот Бжезинский, Збигнев Бжезинский, это, да, это советник по нацбезопасности целого ряда американских президентов. Вот его слова, да. Россия побежденная держава, она проиграла титаническую борьбу, и говорить, это была не Россия, а Советский Союз, значит, бежать от реальности. Это была Россия, названная Советским Союзом, она бросила вызов США, она была побеждена. Вот это сказал Збигнев Бжезинский, да, незадолго до смерти. Сейчас, правда, сын его тоже, видный политолог. Вот еще я выписал, я не очень, в общем, не поклонник таланта Александра Солженица, но эта фраза, мне кажется, важная, да. Он сказал, за несколько коротких дней 1991 года были обессмысленны несколько веков русской истории, да. Были обессмысленны, вы знаете, да, Петровская доктрина там и так далее, да, были обессмысленны. Я, знаете, студентам рассказывал про нештатский мир Петра Первого 1721 года, да, и смотрю, а у нас же сейчас два раза уже выход Балтийского моря, да, там от Выборга до Риги, да, а сейчас ни Рига, ни Ревель, ни Таллин, то есть вот это, да, вот это об этом Солженицын и сказал. Ну, мне кажется, самая удачная фраза сказал вот в этом году столетие видного философа нашего с тяжелой судьбой, который пострадал в сталинское время, Александра Зиновьева. Вот ему сто лет, он потом вернулся, вы знаете, у него очень короткая и емкая фраза. Он сказал, целились в коммунизм, а попали в Россию. Мне кажется, лучше не скажешь, целились в коммунизм, а попали в Россию. Ну, вот это, в принципе, то, что я хотел сказать, да, о причинах и так далее. Пожалуйста, есть какие-то вопросы, постараюсь, хотя тему очень сложную, да, тут вопросов, да, у каждого свое, да. Вот, на мой взгляд, я вчера очень много думал, мне кажется, вот именно, вот я вижу эти причины, и дальние причины, и ближние причины, и так далее, да, пожалуйста. Александр Анатольевич, спасибо большое за такой интересный доклад. Действительно, было очень интересно слушать, даже вот с таким удивлением такая сушила, сушила и проводила какие-то параллели, допустим, с распадом Югославии. Может быть, сказать, что одинаковые эти истории закончились сложно, но вот подвести какие-то итоги действительно можно. Это социальное положение, это экономическое положение. Национальные проблемы какие-то, в Югославии забыты давно были, да, вот эти все, и вдруг опять подняли. Опять, ну, они их подняли, да, и вот то же самое как воспринималась Россия тогда, как, не знаю, центр коммунизма, да, несмотря на то, что Советский Союз был таким большим, столько республики, но все-таки целились на Россию. Вот в Югославии то же самое, вот Великосевская, Великороссийская идея, ну, вот и продолжается, вот их настроение к нам всем, вот, одинаково. Коллеги, давайте начнем с вопросами из зала, у нас уже есть вопросы. Может, не вопросы, а просто ваши точки зрения на распад. Мне очень интересно было бы послушать, потому что эта тема такая, да, очень важная, это личностный во многом фактор. Я просто был свидетелем этого, да, может быть, у вас какие-то, пожалуйста. Пожалуйста. Только микрофон. Александр Атольевич, здравствуйте еще раз. Спасибо огромное за действительно такую увлекательную лекцию, не смогла сдержаться, конспектировала все, как в студенческие времена. Вы сегодня упомянули очень много исторических личностей. Мой вопрос заключается в следующем. Какова ваша оценка, слэш, отношение к академику Сахарову? Потому что у меня отношение к нему очень двоякое. Я читала очень много литературы, есть положительные моменты, но тот момент, что в честь него названа площадь в Вашингтоне, как такой, скажем так, вторичный фактор проявления, ну, не оставляет в таком полном позитивном понимании. Спасибо большое. Ну, спасибо за вопрос. Ну, вы знаете, к нему, конечно, должно быть двоякое отношение. Он видный физик. Он один из создателей вместе с Харитоном, мы и целой группой ученых принимал участие в создании водородной бомбы. 1953 год. Как ученый, конечно, тут не может быть. Хотя мы не физики, но я читал труды, вообще воспоминания о нем, что он действительно... Ну, знаете, политическая позиция его, она очень странная. Вот как раз он был одним из тех, кто выступал на Первом съезде народных депутатов, когда он говорил много о ошибках Советского Союза, то, что он говорил о том, что вместе с Лженицыным, о том, что афганская война просто преступная война и так далее, проклинал участников этой войны. Понимаете, он все-таки... Мне кажется, каждый человек должен заниматься своим делом. Все-таки политика немножко была не его. Потом он очень много поменял в своей точке зрения. Он скончался рано. Но я бы не хотел о нем плохо говорить, потому что этот человек много сделал для нашей страны. Я считаю, прежде всего, ученый физик, который очень много сделал для укрепления обороноспособности Советского Союза. Хотя спорно очень много в его политической позиции. Я бы так сказал. Но он достойный уважения. Коллеги, еще вопросы? Пожалуйста. Раз, два. Работает? Здравствуйте, Александр Артурович. Спасибо большое. Очень интересно. И спасибо вам за цитату Зиновьева. Мне кажется, он самый точный философ и логик. И вообще гений недооцененный. Очень интересные были у него дебаты с Ельцином. Кто не видел, я очень советую посмотреть на французском телевидении. В 1990 год до всех событий Ельцин, Зиновьев, Визави вот так сидят и обсуждают. Зиновьев раскладывает просто логическими, социологическими техниками, что будет делать дальше Ельцин, что делает Горбачев, как разворачивается их политическая борьба. Очень интересно мне показалось его замечание по поводу того, почему Запад так хвалит как раз Горби, почему так превозносит и как превозносит Ельцина. Что Запад будет хлопать, аплодировать и Ельцину, и Горбачева до тех пор, пока они разваливают Советский Союз. Пока этот процесс их борьбы продолжается и приводит к развалу, они будут впечатлены и всячески их поощрять. Мне кажется, очень интересно будет для тех, кто не смотрел. А вопрос у меня следующий по поводу поколения шестидесятников. Вот Путин, он 1952 года рождения, и он как раз, наверное, больше про Брежневскую эпоху, когда был сбалансированный взгляд на вещи, поэтому он, наверное, такой и есть человек. Мы видим в его заявлениях, он как бы старается держать этот средний градус без накала. А что же будет дальше? Какое у нас поколение приходит? Будут ли это люди, которые как раз вырастают на отмене Советского Союза тотальной? Или Путину все-таки нужно продержаться еще какие-то годы, чтобы пришло поколение таких же трезвых людей, которые выросли уже на нем, можно так сказать? Как вы видите дальше вот это развитие событий? И не считаете ли вы, что то, как выбивали КПСС и его символ, политическую вот эту надстройку над Советским Союзом, что это повторение такое, можно быть, новая итерация буржуазного переворота, февральская революция, и мы сейчас живем в таком законсервированном, новом формате Керенского и вот этой всей клики? Ну, вы знаете, этот вопрос очень сложный, да? Кто может сменить, да? И представить, какого поколения может прийти? Но, конечно, нынешний президент, он, хотя его выдвинул, конечно, Ельцин, да? Вот, но он показался, конечно, прагматичным человеком, да? Много было сделано, вы знаете, самое главное, ведь при Ельцине, когда все решали олигархи, да? Он сумел все-таки отодвинуть их от власти, да, каким-то образом, принять определенные правила игры. Кто не согласился, те покинули страну, и некоторых уже нет в живых там, да? Вот, но остальные, это много сделал. Он, конечно, он вот на Северном Кавказе просто тупик был, сумел разрешить вот эту ситуацию, да? Вот, ну, понимаете, я вообще очень боюсь вот чего. Все-таки у нас в Советском Союзе была очень хорошая система образования, замечательная. Я вот между нами, говоря, не поклонник вот этой системы ЕГЭ, да? Вот я, я не буду говорить, какому я еще в УЗИ преподаю. Вот, допустим, у нас вот на нашем факультете, где я работаю, у нас студенты сдают ЕГЭ по истории. Они хорошо знают историю, да? Но вот я припомнил в УЗИ, где студенты не знают, не сдают ЕГЭ по истории. Они не знают даже Зою Космодемьянскую. Они знают, вот, я больше всего боюсь, ведь, что тут уже индивидуально, конечно, зависит, да? Есть у нас разная молодежь. Есть хорошо образованная, подготовленная, патриотичная молодежь. Есть другого типа, конечно, нацеленная на личный успех, на бизнес, да, космополитичная, которая готова там уехать из страны. Вообще у нас всю историю нашу как было, да? Какой кто придет, понимаете? Вот у нас были периоды в нашей истории. Знаете, вот была Елизавета Петровна, семилетняя война, победа, ура, там, приходит Петр Третий, да? И что все поворачивает назад. Здесь очень много, у нас личностный фактор играет колоссальную роль. У нас смерть лидера – это эпоха. Это конец одной эпохи, приход другой. Здесь трудно сказать, да? Ну, я надеюсь, что... У нас нельзя раньше времени обнародовать политического деятеля, кто сменит. Он мне, знаете, рассказывал один человек, высокопоставленный, высокопоставленный, что Сталин видел в преемнике Кузнецова. Это, знаете, Кузнецов – это партийный лидер Ленинграда, да? Вот. Но Сталин, вот мы сказали, после 49-го года он резко болел. И когда он в очередной раз там ушел, там плохо, он вернулся, а они уже расстреляны. Людей, тут же Кузнецов, Вознесенский, вот эта команда вся. Я уверен, у президента есть человек, который он видит своим преемником. Он пока его не объявляет. Это очень хорошо. Придет время, да, будет сказать. Здесь очень это индивидуальности человек. У нас сейчас нет такого шести... Это другая была эпоха. Целое поколение, воспитанное там на 20-м съезде и так далее, да? Вот, ну, сейчас несколько другая эпоха, да? Другая система. Ну, посмотрим, надеемся, да, что будет продолжен курс, который идет сейчас. Я так сказал. Спасибо. Здравствуйте. В ходе лекции вы упомянули не только многие исторические личности, но и многие исторические вехи, значимые для СССР, в том числе введение ограниченного контингента советских войск в Афганистан. По вашему мнению, каковы были бы возможные последствия для Советского Союза, если бы этого не произошло? Не произошло. Ну, понимаете, эта война нам считается стоила, вот эта война, да? Я сейчас цифру сейчас... Короче, огромных денег. Это очень большой расход в Афганистан. Все-таки, по-видимому, да, она, конечно, определенную роль сыграла в распаде Советского Союза. Определенную роль сыграла. Конечно, не ключевую роль, но значительную. Значительную, значительную. Возможно, были бы сэкономлены средства какие-то, но это война, понимаете, мы попались в ловушку вот в эту, да? Нас затянули в эту войну, да? Мы были втянуты. Я не считаю, что это определяющее какое-то событие было в нашей истории, да? Что вот если бы там не ввели войска, СССР бы не распался. Но была определенная черная дыра, определенная черная дыра вот здесь, да? Я не считаю, что это такое судьбоносное было событие. Это один из моментов, один из моментов, да? Вот. Что так вот ответил? Не считаю это главным. Коллеги, давайте для разнообразия я просто зачитаю вопрос из интернета. Давайте. Так, их три, поэтому я начну с первого. Александр Артурович, у вас много обращений к мемуарному комплексу из различных эпох. А какой герой советской эпохи, по вашему мнению, недооценен? Его мемуары или какие-то материалы, вам кажется, требуют большего внимания широкой аудитории? Советская история. Советская история, она пишет, да? Такие вопросы интересные. Ну, вы знаете, я бы вот здесь назвал бы, хотя это нельзя назвать недооцененным. Вы знаете, вот если не советская история, герой, а русская история, вот я бы по-другому бы сказал. Вот все-таки мы говорим о революции 17-го года. Вот вы знаете, вот мне кажется, совершенно недооцененная фигура нашей истории, это Сергей Зубатов. Был такой начальник, начальник, ну, московской полиции, да, московского охранного отделения при Николае II. Вы знаете, тогда был очень острый рабочий вопрос. Очень острый рабочий вопрос. И он предлагал, да, он предлагал поставить рабочее движение под контроль правительства, да, под контроль правительства, да. Он создавал специальные рабочие организации. Вот. И вот, допустим, типично, вот я читал не так давно, вот в Москве был металлургический завод Симонова. Там была забастовка. Рабочие там вышли, требуют повысить зарплату. Симонов, повысить зарплату. Там выходит этот Симонов на балкончик. Говорит, повышу, выгоню всех, новых наберу. Вдруг езжает полицейская машина во двор этого завода. Бывает, сам Зубатов приезжал. Говорит, господин Симонов, что у вас такое? Да, требует, а что требует? Зарплату им. А, говорит, а вы повысите. Говорит, как? Повысите, да, повысите зарплату. То есть, понимаете, вот и очень быстро вот эти организации требовали популярность в рабочем движении, ну, среди рабочих. Очень были популярны. Зубатов просто, да, говорит, вот там повысили зарплату, там, вот в первый раз жене цветочек купил, говорит, рабочий и так далее. Понимаете? То есть, очень большой. Но, понимаете, в чем была проблема? Очень скоро деятельность Зубатова была принята опасной, призна опасной, потому что из-за постоянных жалоб предпринимателей, из-за постоянных жалоб предпринимателей не хотели копейки платить. Понимаете, если бы эти люди знали, что будет потом, предприниматели все отнимут, они, конечно, там побольше... И он получил отставку, а их организации прекратили существовать. О нем мало кто знает о Зубатове, очень малоизвестная фигура. Но это тот человек, который мог вот тогда предотвратить, ну, по-видимому, какие-то трагические события, трагические события. У нас, вы знаете, я вот в нашей истории, правда, этот человек очень оценен, да, вот маршал Жуков, например, Георгий Константинович Жуков, вот он сыграл, конечно, огромнейшую роль и мог... Если бы он остался на посту министра обороны, его Хрущев убрал, конечно, ситуация могла во многом измениться, вот многое могло поменяться и в наших вооруженных силах, и в целом, но, к сожалению, он отправлен в отставку, и вот он не дописал свои мемуары именно вот, или, может быть, есть, правда, точка зрения, что они написаны, пока еще не опубликованы, по-разному говорят. Ну, много таких людей, к сожалению, да, вот, которые могли много что-то сделать. Так бы ответили. Давайте. Здравствуйте. Спасибо вам огромное. Было очень интересно. Практически всем согласен. У меня два вопроса. Ну, сначала реплику. Вы сказали про сухой закон насчет того, что отменили... Горбачев отменил... Ну, провел ряд реформ. Это Горбачев, да, вы имеете в виду? Да, да. Но это не сухой закон был. Это он не назывался сухой закон. Борьба с... Ну, я в кавычках. Ну, да, да, да. В кавычках. На юге Советского Союза, в южной части СССР, например, в Молдавии, в Грузии, в других республиках стали вырубать виноградники. Да, да, конечно. Чем очень сильно обозлили местное население и настроили его против центральной власти, поскольку эти виноградники являлись в течение многих веков, культивировались, являлись национальным достоянием традиций, традиционных... И на экспорт шло вино, валюты мы получали, конечно, все вырубалось. Да, конкретно вопрос. Есть мнение, что Советский Союз, одна из причин распада СССР, была связана с тем, что Советский Союз очень уповал на идеологию и мало уделял внимания геополитике, геостратегии. Как вы могли бы прокомментировать такое видение? И второй вопрос по поводу, если, невзирая на идеологический компонент, раз, и на сам строй, можно ли провести какие-либо параллели между сегодняшним состоянием дел Соединенных Штатов Америки и Советского Союза какого-либо периода? Понятно. Спасибо огромное. Спасибо. Ну, по поводу геополитики, то, что уделяли не так много внимания, вы знаете, я вам что бы по этому поводу сказал. Вот Сталин после Второй мировой войны, он поставил целью, он никогда этого не скрывал. Мы должны создать пояс безопасности, то есть нас должны окружать страны с дружными режимами, с территорией которых никогда не придет к нам война. То есть это он требовал от западных стран, от того же Черчилля, Рузвельта, потом Трумэна, чтобы все или почти все страны, освобожденные Красной Армией, вошли бы в сферу влияния Советского Союза. Вы знаете, он никогда не требовал, чтобы какие-то отдаленные страны входили вот в нашу орбиту. Например, в Грецию, Греция. Мощное было партизанское движение коммунистическое, очень сильное. Греческие коммунисты умоляли Сталина помочь. Он сказал, нет, Греция с нами не граничит. Греция с нами не граничит, и он не помог. Греция вошла в сферу влияния Запада. Вот такая ситуация. Понимаете? А вот после смерти Сталина вот эта геополитика, многие считают, она, вот, Куба, да, Куба. Я не говорю про Карибский кризис, да. Вот многие считают, вот Куба, я на Кубе год работал, очень хорошо всю эту ситуацию знаю. Понимаете? Куба нам обходилась после Карибского кризиса. Я видел цифру, я не проверял. 9 миллионов долларов в день. Да, я вот на Кубе работал. Каждый, каждый, там, я не знаю, ну, по-моему, там полтора-два часа в Гаванский порт входит танкерский. Там у них одна железная дорога была, да, вот, и 90% перевозок падает на автомобильный пространство. Только на нашем топливе. Понимаете? Мы Кубу, все было советское, еще блокада была США. Вот таких стран, где только кто-нибудь, какой-нибудь не объявит себя коммунистом, в любой стране, в Африке, мы расходовали огромные средства. Я считаю, наоборот, нам геополитическое, по большому счету, да, вот мы втянулись, а есть версия нас втянули, вот это геополитическое противостояние США. Наши военные бюджеты все-таки были несопоставимы. Вообще, мы другая была несколько страна, да, вот, а мы втянулись в геополитическое противостояние. Куда мы только не входили, куда только не заходили. Ну, про Афганистан, там более сложная ситуация, но, в принципе, Эфиопия, там, я не знаю, там, Никарагуа, ну, где Никарагуа, ну, конечно, мы нанесли американцам по доктрине Монроу, знаете, что такое, да, Куба там в нашей орбите, но по большому счету, да, это мы втягивались, огромные средства, уходили из страны и прочее. Ну, на мой взгляд, геополитика, она здесь сыграла негативную роль, да, здесь, мне так кажется, все-таки позиция Сталина будет более правильная, только поиск безопасности, больше, да, никто. Второй вопрос вы задали по поводу, еще раз. По поводу параллелей между Соединенными Штатами Америки, сегодняшними Советскими Союзами, невзирая на идеологическую составляющую и составляющую экономику, структуру экономики. Ну, у нас сейчас, у нас пока нет идеологии, правда? Соединенный... А, Советский Союз. А, понял все. Ну, понимаете, по большому счету, ну, в Америке, вообще американцы, вот я, помню, по всей системе образования просмотрел вот в американской любой средней школе, вот первый урок в школе, это очень патриотично, вот американцев в патриотизме воспитывают. Вот американец строит дом, да, рядом с домом, площадкой, национальный флаг. У них первый урок в любой школе, вот любая школа, первый урок, неважно, химия, физика, I pledge my flag, да, я славлю мой флаг, они становятся, Америка сильная, Америка, у них глаза горят, понимаете? У них вот эта идеология патриотическая очень сильная у американцев, да, вот. У нас в какой-то момент в Советском Союзе, вот, ну, была, конечно, но вот когда вот коммунистические идеалы немножко разрушались, да, вот это, конечно, какая-то часть, вот то, что я говорил сегодня во время выступления, что вот эти коммунистические идеалы, они переставали в них верить понемножку, да, цели вот эти там, Хрущев обещал коммунизм в 80-м году построить, ничего не получилось, там и так далее. Люди видят вверху, ну, немножко отличительная черта, у нас было на словах одно, на деле другое. Это, конечно, негативную роль определенную играло, да, определенную роль играло. Вот. Но я бы провел такие параллели, что у Америки тоже много проблем, да, и внутренних проблем очень серьезных, да, и что ждет Америка, это тоже до конца непонятно. Там сейчас, вы знаете, есть, вот я, вот даже в Нью-Йорке вот есть районы целые, да, там живут латиноамериканцы, я ненавижу Америку, я помню, я был в Калифорнии, там вот с мексиканской границей, там, они просто, знаете, там очень, там даже, они говорят, я специально не говорю на английском языке, только там серьезные проблемы вот такие, латиноамериканские, там есть мусульмане, там очень много впереди, там темнокожие, очень много могут еще, там, мне кажется, в Америке много еще может произойти, еще, кстати, вот что, такой фактор, вот сейчас конфронтация с Китаем, вы знаете, сколько чайнатаунов в Америке, вот в Нью-Йорке, это море, там они, это, они Китай, это все для нас Китай, вот я, понимаете, если дойдет до чего-то, ведь все, что угодно может произойти, вот все, что угодно, Китай сработает с этими, там очень серьезные дела, да, так что Америка, это страна, которая еще кое-какие проблемы в будущем, на мой взгляд, будут, я бы так сказал. Давайте зачитаю вопрос из интернета. Вы говорили о ряде ошибок в развитии теоретической стороны коммунизма в России. Вы обманули передергивание во внутренней политике, в частности, говорили о гласности. Можно ли выделить какие-то конкретные вещи, связанные с новой доработкой, о левой мысли, скажем, с Савромана Хрущева и до развала? Какой мысль еще раз? Левой. Левой, а. Ну, гласность, понимаете, то, что мы говорим, да, вот, о времени Хрущева, да, вот мы же говорили о 20-м съезде, да, то, что вот это жесткая критика, да, то есть то, что без перерыва, да, то, что без всякой, без всякой подготовки, да, был назван преступником и так далее, и так далее, да, это, конечно, серьезный подрыв, подрыв произошел. Во время гласности, понимаете, там, ведь, обрушились буквально на всех. Вот, знаете, я хочу вам сказать, вот, в Турции, вот, современная Турция создана Мустафой Кемалем Ататюрком. Вы знаете, после Первой мировой войны Турции навязали страшный договор, северский договор, у Турции отсекали все, и султан подписал этот северский мир, и тогда вот этот человек, он выступил против этого позорного, и ступил в бой, и сумел сохранить Турцию, он создал современную Турцию, да, он отделил религию от государства, он даже туркам фамилии дал, раньше ничего этого не было, да, понимаете, если кто-то хочет там, допустим, разрушить Турцию, нужно обрушить критику на этого человека, который создал современную Турцию, да, и вот в Турции был закон, во всяком случае, вот я когда, запрещавший критику этого человека, потому что он создал все, на нем, ну, зиждется вот это, на его, если начать критиковать его, да, вот, то может все развалиться под ним, поэтому запрет, там даже, мне говорили, смертная кать была за свое время, вот то же самое и здесь было, вот мы просто так выбрали фигуру, это как, кто-то направлял, он малограмотный был, кто-то вот направлял, понимая, что все великие события, все великие победы связаны с этим человеком, и надо назвать преступником, таким, он ведь, какая у людей, самое главное событие нашей истории победа, мы выбираем войну, а коль преступнику руководил, это какая же это победа, значит, не та победа, которая требует, это не просто так все делалось, это направлялись определенные силы, да, малограмотных находили, то же самое и в Хрущевске, и в Горбачевское время было, первое, что, какая же жуткая, что там только не происходило, да, и агент царской охранки, и так далее, там, что только было, это сознательно все направлялось на, на вот, разрушение Советского Союза, не просто так, вот вдруг там стали печатать, кто-то по глупости, но это определенные силы, понимали, есть такие реперные точки, по ним надо бить, тогда развалится страна, вот я, например, Турции привел, да, не допускают этого там, потому что может все рупнуть, но у нас вот было сделано таким же образом, так бы я сказал. Ну, вот сегодня мы видим, что вот для того, чтобы разрушить чего-то, возвращаются и нападают на вот те точки, которые не очень сейчас такие, ну, для молодежи значимые, потому что молодежь поворачивается в другую сторону, как вы сказали, бизнес-ориентирован, личностно-ориентирован, очень мало обращается внимания на образование, на исторические события, которые важны для страны, ну, для своего народа, и вот при пренебрежении такого происходит искажение истории, вот тоже мы видим сегодня искажение Второй мировой, искажение Первой мировой, вот и, соответственно, разрушается все потихоньку. Конечно, конечно, и в Югославии то же самое, как происходило все, да, Ну, сейчас они делают упор на искажение исторических событий Первой мировой, чтобы вот, точно, прямо сначала все разрушить за последние ста лет. Кто-нибудь знает в Югославии, что Милошевич, он признан, в нем, в ее действии не нашли состава преступления, он полностью оправдан, да, вы знаете об этом, да, об этом никто не знает, он умер в тюрьме, да, А потом полностью нашли, что у нее нет состава преступления, об этом никому не сообщили. Ну, они же не могли, пока он был живым, ну, принять решение о том, как с ним обходиться. Вот, умрет человек, и приняли решение, что все не так уж плохо, да. Продолжая с вопросами из интернета, последним, насколько вероятно новая гонка вооружений, и насколько нынешнее санкционное давление отличается от изоляции времен Советского Союза. Ну, уже президент на этот вопрос ответил, у нас есть асимметричный ответ, да, асимметричный ответ, не обязательно, вот, знаете, гонка, многие не понимают, зачем нужна была гонка вооружений, вот, нам навязали в Брежневское время гонка вооружений, да, считается, почему началась разрядка, мы уравняли ядерные запасы, но, вот, до конца это непонятно, допустим, они нас могут уничтожить, там, я не знаю, там, сто раз, а мы их десять раз, вооружений, она, понимаете, arm race вот этот, да, ну, мы уже втягиваться в нее не будем, об этом президент постоянно говорил, да, мы сейчас другие технологии, другие виды оружия, да, что уже не количественное должно быть качественное бонка, здесь уже, это маловероятно, что повторится тот момент, который был в времена Брежнева, вот, многие считают, что, вот, когда объявил Звездные войны, как это, СОИ, да, стратегическая оборудовая инициатива, Рейган, когда объявил, да, ну, прозвали Звездные войны, что это был блеф, там, помните, какие-то платформы в космосе, они что-то подавляют потом, но мы клюнули на это, понимаете, клюнули, тоже втянулись в эту гонку вооружений, хотя потом признал, и Жизинский говорил, и многие другие, что это, мы поймали Советский Союз на этом, там они фильмы снимали пропагандистские, но уже такого не будет, у нас сейчас другие лидеры, которые понимают, да, что повторение гонки будет асимметричный ответ, тоже эффективный, но менее заправный, я так ответил. Коллеги, есть еще вопросы? Давай. Да. Александр Ратуревич, большое вам спасибо за выступление, вы в самом начале выделили как раз вот ту бомбу, которая была заложена в фундамент СССР, еще Лениным, с точки зрения права народов на свое самоопределение и на их дальнейшее развитие, с точки зрения внешнеполитического курса каждой из республик. Фактически сейчас мы видим обратное, мы видим то, как на Западе подогреваются идеи относительно перспектив дезинтеграции России, того, что фактически происходило после распада Союза, когда был так называемый парад суверенитетов, когда та же Чечня, например, пошла на поводу западных кураторов, насколько вероятно развитие событий в нынешней России и насколько, в принципе, Запад может эту тему дальше развивать? На ваш взгляд, как это? – Хороший вопрос вы задали. Спасибо. Вы знаете, вот вы правильно сказали о событиях на Северном Кавказе. Вот мы же говорим, да, ведь была попытка, уже такие попытки предпринимались изначально, завалить, развалить Россию. Даже, помните, вот был, как же фамилия губернатора, губернатора Ура, Уральского региона, немецкая фамилия. Помните, он хотел Уральскую республику создать. Не помните фамилии этого человека? В общем, понимаете, вот это очень важно, чтобы в конституции нашей страны, да, имеют территорию автономии, они не имеют права выхода, не имеют права выйти. Понимаете, это огромнейшая роль, потому что по закону, и, кстати, пример вот на Северном Кавказе, Чечни, это, в принципе, пример, показали другим республикам, что может произойти, если вы попытаетесь выходить, да, то есть сейчас вот таких сепаратистских тенденций, что бы они не подогревали, что бы не пытались, это уже невозможно, потому что, да, ведь Россия не распалась, распался Советский Союз, потому что было по конституции право выхода из этой страны, и состава России не имеет права выхода. Поэтому я не верю в то, что возможен такой распад, но я не знаю там, вы знаете, военных действий, но это вряд ли такое произойдет, а так, поскольку не по закону, вот в том-то и дело, что СССР бы не развалился, если бы был принят план Сталин, да, я не верю, что, возможно, распад Советского Союза, хотя, знаешь, попытки такие предпринимаются, но они уже провалились, уж как, какая поддержка была сепаратистов в Течне, огромная, да, огромнейшая, да, но это не получилось. Это пример, в общем-то, показывает, что не получится. на этой прекрасной ноте, я полагаю, мы заканчиваем нашу лекцию, Александр Татурович, спасибо вам огромное за такую интересную лекцию, действительно, вы прям вот, вот наш последний эфир такой закончились, но это действительно прекрасная ноте, спасибо за глубокие познания, за такие интересные, за такую интересную беседу, давайте поаплодируем, поблагодарим. Спасибо, спасибо, спасибо. Мне тоже очень приятно было вот общаться с аудиторией такой подготовленной, даже, знаете, как я преподаватель, как профессор, по глазам вижу, что люди действительно, да, вы знаете, когда студент садится передо мной сдавать, я по глазам вижу, ответит он или нет, да, вот так же я вижу, что сейчас здесь все интеллектуально подготовленные, грамотные, да, прекрасные люди, всех с наступающим Новым годом, желаю здоровья, и чтобы все, беды, все нехорошие вещи остались в этом году, чтобы только прекрасное, да, нас всех сопровождало в наступающем году. Спасибо вам, Сандра Особенко, спасибо. Спасибо большое, уважаемые зрители, с наступающим Новым годом, да, следующей нашей встречи. До свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо.